Всем огромный привет, друзья! Это у нас игра Clash Royale, и сегодня я бы хотел немножко поиграть на аккаунте Кости, за что ему огромное спасибо. И, ребят, 4000 трофеев. Лично я просто-напросто даже боюсь представить, что меня здесь будет ожидать, потому что я более чем уверен, что противники на 3 и 4 тысячах трофеев отличаются просто кардинально. Игра тут, я более чем уверен, будет просто максимально осторожная, без всяческих глупых ошибок, которые совершаются зачастую на 3000 плюс кубков, и очень лично для меня здесь будет все тяжко. Поэтому, ребят, хотелось бы сказать вам сразу, если данные ролики будут пользоваться именно вашим спросом, если они вам будут нравиться, вы будете их поддерживать своими пальцами вверх и, соответственно, положительными комментариями, которые мы оставляем с вами внизу, то я буду стараться ролики с данного аккаунта по атакам в глобале пилить куда чаще. Лично для Кости то, что я ему солью там, не знаю, может, соточку, 150 кубков, это абсолютно ничего, потому что на 4000 он вернется абсолютно спокоен, это уже проверено неоднократно. Так что это я сказал специально для тех, кто будет писать «Ай, ты такой плохой» и взял, слил парню кубки. Нет, ребят, здесь как бы проблем абсолютных нет. Насчет колоды. Играть я сегодня буду именно вот этой вот декой, лично для меня это что-то новенькое, таким я в жизни не играл. Кстати, я еще скажу вам сразу, не играл никогда мега-миньоном, вроде, да вроде, да, не помню, честно говоря, по-моему, ни одной катки с ним я так еще не провел, хотя довольно много времени прошло с того момента, как его ввели в игру. Поэтому будет что-то новое и, так сказать, посмотрим на эту колоду в боевых условиях и сделаем на нее первый взгляд. Поэтому, ребят, погнали. Если я сегодня буду чисто сливаться без единой победы, то огромная просьба не бросаться в меня тапками, потому что для меня это очень сложно и, серьезно, вы даже себе не можете представить то, насколько я переживаю, играя на данном аккаунте, потому что все настолько необычное, все настолько интересное, сильные противники, большое количество кубков и все, а что с этим связано, честно говоря, даже не знаю, что сказать. Мега-миньон для того, чтобы отбиться от его варваров, противник ушел из игры. Что это такое? М. Не понял юмора. Господа и дамы, а можно у вас узнать, в чем, как бы, прикол? Он скинул варваров, я ее отбил мега-миньоном, он ливнул из игры. Я, наверное, что-то не до конца понимаю. Может быть, у него реальный интернет вылезал? Ладно, не будем вдаваться в подробности. Мы победили, но эта катка, опять же, ни в коем случае не считается, потому что я просто зашел, забрал 25 кубков и ушел. Окей, будем думать, что это для, извините меня, 4000 плюс кубков норма, потому что, простите меня, но на таких трофеях просто брать и отдавать кубки за счет интернета какого-то нестабильного. То есть люди вообще, имея нестабильный интернет, не должны тут сидеть. Ну, ладно, не суть. Едем дальше. Очередной 10 уровень. 4073 трофея. Ну, надеюсь, тут такого не будет, поэтому, ребят, давайте посмотрим. Карточки мне выпали не особо такие годные, потому что нечего мне сейчас скидывать на самом деле. Ну, давайте я мега-миньоны скину, а он в ответочку кидает своего гиганта. Гигант 9 уровня, по-моему, на аккаунте Кости он 8. Могу, конечно, путать, но вроде как ничего не путаю. Он как раз и был 8 уровня. Если я не ошибаюсь, то так оно и есть. Ну, и сейчас попробую с помощью моей мега-мухи отбиться от его гиганта. Отлично. Получилось так то, что... Опа-па. Давайте здесь еще я, наверное, присобачу поезон в первую очередь для того, чтобы забрать у него орду миньонов, потому что лично для меня она представляет самую, что ни на есть, большую угрозу. Вот такая вот принцесска с его стороны. Я, наверное, знаю, что сделаю. Тут попробую отбиться с помощью стражек, а тут скину мега-миньона. Насколько это годная затея, честно говоря, не представляю, а как такового... Не представляю. В общем, вообще, если это годная затея, ну, в принципе, смотрите, что сделала мега-муха. Ой-ой-ой, братан. Короче, мега-муха нанесла много урона, но, по-моему, с нами сейчас делают то же самое. Я сейчас говорю про много урона. Его нам сейчас также в ответочку нанесут. Скидывать ли разряд на варваров, честно говоря, ребят, не знаю, но три варвара 12 уровня по 11 вышке сейчас будут просто неистово лупить, и я ее уже теряю. Вот и проявляется моя, прям действительно, к лишней рукость. Мое нубство в очередной раз дало себе знать, и я уже отдал оппоненту вышку. Об этом я вам и говорил. Очень нестандартные решения со стороны противника, то бишь, скинуть варваров, потом запустить к ним хога. Это могло спокойно не сработать, но противник это сделал. И, как видите, это зарешало. Мне нечем просто дефаться, и как таковых варваров мне, честно говоря, по-моему, вообще тут нечем отбивать. У меня есть только мега-миньон, но насколько он будет канать, я, честно говоря, не знаю. С помощью поезда сейчас попробую забрать у него принцессу, ну и как вы понимаете, да, что он сейчас будет со мной делать. Он сейчас будет... Так, варвара это не совсем ожидалось, я сейчас говорил не про них, я хотел сказать, что он сейчас будет скидывать свою орду миньотов, но, честно говоря, я ее пока не особо наблюдаю, что довольно-таки странно. Ладно, не суть, тогда знаете, что я буду с ней делать? Что за фаербол? На страже или на кого он их скинул? Этот самый фаербол? Я не особо заметил, но ладно, не суть. Тут давайте я, в общем-таки, добавлю ледяного духа, тут добавлю принца и буду брать уже, на самом деле, в руки разряд. Он будет, как бы, моего гиганта стопорить. А вот так он, да, даже поступает. Интересное решение, скажу я вам, друзья мои. Мы забираем у него, насколько я понимаю, вышку слева. Да вроде как должны, я офигею, если мы у него сейчас не заберем эту вышку. Да, отлично, мы отрабатываем эту самую сторону, наш мега-миньон. Слушайте, мега-миньон я, наверное, зря скинул, он ради такого дефа, по-моему, оно того и не стоило. А также давайте, наверное, здесь добавлю, знаете, что сборщик, чтобы, ой-ой-ой, как много карт с его стороны залетает, нужно отбиться от принцессы также обязательно, иначе она очень больно нам наваляет. И я не знаю, а что мне делать, как мне быть? Я скину разряд по его арде миньонов, я кого-то там даже умудрился закоцать, но, как вы сами видите, хп на вышке слева вообще просто по нулям. Настолько мало, что он добивает эту самую вышку фаерболом, и это наше поражение. Как мы с вами можем заметить, так оно и случилось, и это плохо. Это плохо, я взял и уже слил прямо на первых порах 10 уровню и потерял те самые 25 кубков, которые получил с самого начала. Плохо дело, но я предупреждал вас о том, что такое место быть имеет. И, в принципе, я не считаю, что в этом есть что-то зашкварное, то, что там, я не знаю, 11 уровнем игра я проиграл 10. Я впервые тут, алё, я вообще, как бы, не особо-то и умею вообще данной колодой играть. Я уже не говорю про то, что, как бы, противники сильные и всё такое, так что, я надеюсь, мне простительно. Как бы сейчас мне поступить, честно говоря, не знаю, поэтому давайте, знаете, что сделаю. Наверное, всё-таки поездом тут скину, почему бы и нет. А далее, стражиков, чтобы отбиться от его принцессы, то, как бы, мне не стрел, ничего, шестого уровня пека я в жизни таких карт против себя не видел. И, честно вам признаться, это страшно, это реально очень страшно. Можно вопрос такой, ну, не скромный, а чем мне её дефать? Вот, просто, вот один вопрос, чем мне дефать? Стоп, так у меня же есть стража. Даня, ты чё такой тупой? У тебя есть стража, какого фига ты спрашиваешь такие глупые вещи? Главное, чтобы, отлично, пека вотнулась как раз в стражей, там наш принц уже её рубит, это прекрасная новость. Далее, давайте я кину здесь поездом на всю эту дичь, соответственно, буду её вытравливать вот таким вот макаром. Мушкетёра справа мы с вами должны будем забрать, но, к сожалению, наш принц, скорее всего, пожертвует собой, чисто впитав урон. И это тоже, вроде как, норма. Шахтёра, не знаю, есть ли смысл дефать, наверное, не буду этим заниматься, и эликсира жалко, да и вообще чё-то как-то не знаю. Я лучше, знаете, как, ребят, поступлю? А крайне просто. Я скину гиганта по центру, после этого добавлю мега-миньона по центру. Наверное, рискну ещё скинуть ледяного колдуна. Ой, духа, извиняюсь. Я немножко это оговариваю. Стражиков ещё бы в идеале дать. А, блин, пека воткнулась, к сожалению, не в стражиков, а в гиганты. И в этом ничего плохого для оппонента нет. Это, наоборот, играет мне больше в минус. Но, с другой стороны, если посмотреть именно так, то я как бы нанёс очень даже такой значимый урон по нему. Давайте я, наверное, здесь скину поизон, если он сейчас будет на меня таки жёстко атаковать, поизон, соответственно, всё это добро вытравит. Ой-ой-ой, а чем мне дефать мини-пеку? Скажите, пожалуйста, принц, это самое такое логичное... Офигенный принц, которого заморозили. Но, вроде как, он отвлёк внимание его мини-пеки, и он нанёс нам куда меньше тычек, чем мог бы. Поэтому, вроде как, нормуль. Далее, ребят, давайте я поставлю, наверное, сборочек эликсира. Вот тута. И что мне делать с тем, что он сейчас уже как бы собирается скидывать на меня трёх мушкетюров? Я ума не приложу, серьёзно, ребят. Я просто без понятия. Поэтому я готовлю поизон, скидываю его, соответственно, тут. Нужно сейчас что-то придумывать с ним, однозначно, просто. Без сомнений. Тут добавлю, пожалуй, чисто принца, чтобы забрать у него мушкетюра. А то он как бы там такие вещи задумал, о которых мне даже подумать. Страшный разряд, который мы с вами ваншотим всю эту дичь. Так, далее, ребят, докидываю, значит, гиганта. Не совсем там, где надо было, но всё же нормально, потому что его мини-пеку наш принц нам помог отработать. Гигант с мега-миньоном заходит на его вышку слева. Мы её также выносим, что просто офигительно. К сожалению, его партия новая трёх мушкетюров подъехала. Это очень даже печально. Смотри, что делает принц. Нифига себе, он урона выдаёт. Нифига себе. А вот это вот, пацаны, катка была офигенная. Офигительная просто каточка зашла, которую я выиграл сам. Не потому, что мне кто-то поддался или вылетел, я сам и выиграл. Нифига себе. Вообще, очень-очень даже неожиданно. Я крайне не думал то, что будет сегодня вообще как бы победа, кроме тех, что оппоненты вылетают, я не знаю, у них что-то подлагивают и всё такое. Я вообще даже не представлял себе то, что смогу так выигрывать. Очень неудачный гигант пошёл. То бишь, он не оттуда, откуда надо было скидывать его. Я его скинул, и в этом очень много чего нехорошего. Опять же, а три мушкетёра противника, с которыми я без понятия, что делать, как мне с ними вообще бороться, я вообще, ребят, ума не приложу. Интересный вопросец. Вот что хочу я вам сказать. Поэтому давайте я сделаю, пожалуй, так. Сделаю, пожалуй, так. Разрядом перефокусируем его у мушкетёров. Он скидывает своё бревно, и дело плохо. У него шахтёр впитывает урон, после этого рыцарь как бы... Нифига себе. И мне скинуть самое главное, что нечего вообще. Я уже теряю вышку. И как назло, в этой колоде нет фаервола. А он бы действительно пригодился. Слушайте, я даже не знаю, что вам сказать. Давайте, наверное, пойду на его левую вышку. Хотя это довольно рискованная затея. Она может абсолютно спокойно не сыграть. Но мы рискнём. Вот это вот, конечно, да. Такого прям быстрого слива одной из вышек я вообще не ожидал. Присобачий ещё тут разряд, но он мне, по-моему, вообще никак не поможет. Да, он мне никак не помог абсолютно. Кроме как, что... Ооо, он ещё шахтёром сейчас будет впитывать урон. И это явный слив, пацаны. Это явный слив. Поязан скидывать я уже явно смысла не вижу. Я не успел бы это сделать. И вот, о чём я вам и говорил. Те ошибки, которые я совершал на 3000 плюс кубков, там они мне были, простительно. То бишь, противник не мог сразу же сориентироваться и, соответственно, нести контр-удар. А тут всё как раз наоборот. Противники прям видят твои ошибки, действительно грубые. И за это тебя карают. И это очень сложно. Это очень сложно в плане того, что вытягивать это действительно крайне проблематично. И как мне с этим бороться, я ума не приложу. Давайте я скину, наверное, вот такой вот поезон на вышку трёх мушкетёров. И буду надеяться, что что-нибудь из этого хотя бы прокодится. Ну, по крайней мере, я сборщик, но дамажу хоть немножко, но всё же. И хотел бы верить в то, что это как бы мне что-нибудь в итоге конечном всё-таки даст. Так, давайте, наверное, уже скину здесь гига... Он гонит? Что это такое? Не там поезон скинул! Я случайно не за ту карту потянул. Уже в который раз за собой наблюдаю то, что я просто вытягиваю зачастую не ту карту. То бишь, беру в руки не то, что надо, и скидываю. Что за бред со мной происходит? Зачем я это делаю? Так, мега-медионы отрабатывают. Скорее всего, нашего принца тоже. Да, скорее всего, так оно и будет. Да не скорее всего, так оно и есть. И мы, ребят, в задницу. Прилетает вот такой вот разряд. Может быть, я у него хотя бы одну вышку заберу? Я даже не знаю. Боже, вот этот вот шахтёр бесячий. Это же капец просто. Это серьёзно. Это настолько прям жёстко. Насколько вы себе даже не можете представить. Я сейчас попробую с помощью стражиков отбиться. Вот эти вот, к сожалению, его брёвна, которые постоянно на нас летят, это очень-очень неприятно. Это очень-очень больно. 230 хп сборщик ставим тут. Реально, по фасту, не подпуская оппонента к нашей вышке, я скидываю здесь позин, соответственно, в надежде на то, что мне это даст хотя бы немножко времени. И, по большому счёту, я всё равно проигрываю. Даже на три короны проиграл. Ну, блин, обидно. Серьёзно, очень обидно. 35 трофеев целых отдал. Ну, даже не знаю. Какое-то двоякое впечатление. Я вам говорил о том, и сам прекрасно понимал то, что, как бы, я не буду тут выигрывать, вот, по крайней мере, постоянно. Возможно, вот настолько изредка, насколько себе даже представить сложно, будут именно пролетать наши победы. Не так часто, но всё же. Но, чтобы настолько прям расстраиваться, когда я вижу поражение, чё-то не знаю. Нужно, как бы, самому себе отдавать отчёт, что это всё-таки арена намного выше, чем там, на которой я обычно сижу, и всё такое. А я чё-то, как бы, знаете, играю, как обычно, проигрываю, ой, всё плохо, и всё такое. То бишь, а это не совсем так. Не всё и плохо. То, что мы проигрываем, это, как бы, довольно логично, то, что таким оппонентом мы с вами будем проигрывать. Несмотря на то, что мы с вами сильные по уровню прокачки башен, карт и всему прочему. Это, безусловно, мы в этом плане действительно преуспели на этом аккаунте. Ну, не мы, а сам владелец данного аккаунта. Поэтому, ну, вот такое действительно двоякое впечатление. То бишь, противники сильные, и проигрывать не стыдно. Но при этом у меня карта тоже, извините меня, очень даже не слабая, зачастую даже намного сильнее, чем у противника, и в этом плане намного обиднее им проигрывать. Вот про что я говорю. Блин, и самое значит, что неприятно, а нафига он так скидывает свои фаерболы? Я могу вас уточнить, я просто не знаю, зачем он это делает. Я абсолютно не понимаю. Давайте еще разряд, наверное, тут присобачу. И в идеале еще, наверное, дать ледяного духа. Вот так вот, соответственно, он залетает. Мы это добро подмораживаем нашим мегаминьоном. Как бы все это добро, соответственно, его кодцы. Это принц до сих пор жив. И сейчас есть шанс того, что мы нанесем хороший урон, если бы не его разряд, мы бы урон нанесли просто зверски. Но мегаминьон уже у него вышку как бы лупит, поэтому все на мази. Да, все просто офигенно. Нашему мегаминьону нанести, то мы бы просто эту вышку справа вынесли нафиг. Что вообще прекрасно. Как делают теперь? Вот такой вот вопрос передо мной стоит. А, крайне просто. Делают. Ой. Ой-ой-ой. Ам-ам-ам-ам. Я даже не знаю, как мне тут поступать. Варваров я не особо ожидал. Вот что хочу вам сказать. Фаерболом он не ваншотит мегамуху, но у него там как бы ледяной колдун. Про это мы с вами ни в коем случае не забываем. Прилетает здесь баночка разряда с нашей стороны. Тут я далее добавлю своего принца. Наверное, пускай мне хелпует всячески дальше. Нужно будет забирать хога. Тут я попробую добавить гиганта, но по-моему я немножко не успел. Но ничего страшного. Самое главное, что вышку мы все еще как бы держим. Тут у меня обязательно, я думаю, ляжет поизон, чтобы отравливать его варваров, копейщиков, и в любом случае забрать уже вышку. Надо было бы. Отлично. В этом плане мы опять же преуспели. После этого давайте я сделаю, знаете, ребят, как? Стражики. Вот отсюда. А далее разряд. Тута. И принца скидывать уже как бы я вообще смысла не вижу, потому что его завалят просто-напросто. Давайте поставлю тут, соответственно, сборщик. Скину мега-мендиона. Тут добавлю ледяного духа, который должен будет забрать у него некоторых его мендиончиков. Хог. Соответственно, его помер. Стражики. Отлично. Не даем его товарищам гублинам забрать мою вышку. Отлично. Ни в коем случае не подпускаем оппонента. Это вообще нам не нужно. И все. Это победа. Отлично. Еще одна победа. С нашей стороны я дико доволен, но побеждаем мы сегодня чисто, насколько я вижу, десятых левелов. И в этом плане ничего хорошего нет, потому что они нас намного слабее, и победа над ними не такая прям уж и сладкая, как она могла бы быть, если бы мы побеждали ровесников. Но кого дают, того дают. Ну что, ребят, думаю, еще одну каточку. Нужно закрепить результат. Еще один десятый уровень. И честно говоря, не знаю, сможем ли мы его еще победить. Я буду очень на это дело надеяться, но абсолютно в этом точно я не уверен. Так. Значит, смотрим. Я бы, будь играя... Ну, будь я сейчас на своем аккаунте, сделал бы именно вот такую вот связку. Смотри, тут бы еще обязательно скинул разряд. Добавил бы мега-миньона. Вот так вот. Очень неудачно то, что он скинул своего мини-пеку, который все это добро морозит. Я ее, соответственно, также... Не морозит, извиняюсь, а просто очень хорошо коцает. Я ледяным духом подморозил. Наш мега-миньон долетел до вышки. Делает растычку. Так, здесь нужен обязательно поизон, который сейчас будет травить у него... Его орду миньонов и в дальнейшем, соответственно, принцесску. И это нам дает просто огромное преимущество. И, по крайней мере, я все это добро у него забрал. Что просто прекрасно. Что-то я как-то зачастил сегодня со словом добро. Это не особо круто, несмотря на то, что слово хорошее. Так. Сборчик, наверное, что думаете? Вышку справа я прокоцал у него просто офигенно. Подождите, давайте я сначала сделаю так. Разряд далее прилетит по копейщикам, чтобы они не забрали наших стражей, и у него не получилось годно отбиться. И, наверное, раз есть такая возможность, я прямо-таки возьму и пойду в контрнаступление. Главное, чтобы его мини-пека, который сейчас должен будет однозначно пойти, нам все не испортил. Хотя нет, он решил гобольными, да, отбиться. Но это не поможет ему вышку сохранить ни в коем случае. Отбился бы... Ну, вернее, не отбился, а попробовал бы, если он отбится мини-пекой. Может быть, из этого вышло что-то голее. Более, вернее, годное. Ну, а так, как мы сами видим, не все так прямо и радужно у него. Наш гигант накоцвет у него сейчас вышку слева. Ледяной Дух подмораживает его вышку слева также, соответственно. Принц продолжает все это добро продамаживать, и нанесли мы с вами урон суммарный, очень даже-таки добротный. Потому что 1600 кп на вышке слева, 2300 на вышке центральной, это прямо то, что нам и нужно. И вопрос в том, что именно мне сейчас нужно забирать. Я даже не знаю. Давайте я сначала скину здесь разряд, далее добавлю мега-миньона. Если бы у меня успел накопиться эликсир, с удовольствием бы пошел с помощью гиганта и мега-мухи на центральную башню. Но у меня эликсира, ну, однозначно не хватит для того, чтобы к мега-мухи прикрепить гигант. Это всем понятно, поэтому нужно сейчас что-то придумать другое. Слушайте, а если у него не получится... А, нет, подождите, тут я должен обязательно скинуть поизон. Прям-таки, ну, без этого вообще, я думаю, не обойдется. Мы это добро, соответственно, все вытравили. После этого я скидываю, значит-таки, принца тут. Добавляю здесь гиганта, ледяного духа, значит. Как же без этого? Отлично. Минусуем весь этот став. Став мега-миньон на поддержку нас. Разряд здесь. Заберите мини-пеку. Мини-пеку можно... Нет. Мини-пеку они что-то как-то еще не забрали. Так, обязательно стражиков. Скину с этой стороны ледяной дух. У меня тут идет, как же без него. Блин, ну не успел воткнуться, и у меня забирают вышку справа. Но я не особо-таки расстроен, потому что вышку слева у него я уже так же практически забрал. Поэтому все не так уж и плохо. А мега-миньон пойдет не по центру, а на деф его хога. Это очень даже важно, я думаю. После этого я, пожалуй, присобачу тут разряд, застаню, снесу гоблинов, и вроде как позволит мне это... Да, это мне позволило забрать у него вышку слева, что очень дает нам большое преимущество. И далее, ребят, давайте попробуем его припугнуть, залетя на центральную вышку, но это нам уже абсолютно не нужно, потому что мы и так победили. Ну и вроде как мы даже как-то умудрились поднять кости кубков, что неимоверно странно, но это факт. Начинали мы, когда у нас на счету было, по-моему, ровно 4000, а сейчас на 53 трофея больше. И, ребят, это, наверное, все-таки заслуга прокачки карт, безусловно. Ну и, собственно, вот таким вот боком прошел наш первый выпуск с аккаунта Кости. Играем на... На девятой арене, ну, а если говорить точнее, на четырех плюс тысячах кубков. Буду крайне, опять же, надеяться, что вам ролик понравился. Я очень старался сделать его максимально интересным, потому что лично для меня это было что-то в новинку, и я вместе с вами смотрел на это все с такими, знаете, широкими, большими глазами. Поэтому было очень-очень круто здесь поигрывать разными колодами. Я до этого пытался еще самую малость покатать вот этого дека, но у меня ей абсолютно ничего не получилось. Поэтому, ребят, эта колода вроде как получше. Если, опять же, ролик зайдет, оцените своими пальчиками вверх, то в будущем будем продолжать собирать колоды, например, из мирового топа, потому что у Кости огромное количество прокачанных карт, у него аккаунт не как у меня, соответственно, на котором там прокачаны от силы несколько карточек, а намного лучше все в этом плане обстоит. Поэтому, ребят, возможность такая присутствует. На этом я буду заканчивать данный ролик. Огромное вам спасибо за его просмотр. Желаю всем тем, кто его глянул, счастья, здоровья, удачи, всего самого лучшего. И, пацаны, давайте, как обычно, увидимся с вами в ближайшем будущем на новом ролике или стриме. И все. Всем пока-пока.